ответчик вы будете подавать будут будут конечно подавать да не будет они подавать для них это счастье это просто нам решили по носу ударить но с учетом того что не было возражений по поводу суммы я считаю что в данной части решение она незаконная однозначно незаконная потому что но судья просто взяла по своей инициативе занизила даже ответчик не возражала она вот решила занизить причем самое на что самое интересное есть судебная практика по аналогичным делам она просто есть вот такую сумму ни один судья не взыскивал ни один судья самая маленькая сумма который я нашел 3000 рублей нам за два случая то есть по 500 рублей по 500 рублей понимаешь то есть вот по поминов по помина вот в это в карелии у него суды по 3000 взыскивают там другие товарищи там питер вот это все там ну помнишь там 20000 такие суммы взыскивает ну как бы я понимаю что может быть 30000 кому-то как кажется это много но когда роспотребнадзор взыскивать штрафы там по 300 тысяч по полмиллиона по миллиону это нормально в пользу государства а в пользу нас вот таких вот быдло до скота населения это нормально это называется поощрение торгуйте что для вас тысячи рублей смешно поэтому мы придем магазин и будем делать так путем самозащиты как показывать как ему рублем нужно ну беспредел короче беспредел ну видимо судья обиделась на что-то все хорошего до свидания не кушайте просрочку если что если что мы за вас как бы пострадаем в надежде что мы их накажем понимаете но мы их накажем смотрите наши видео увидите как будем наказывать вот сейчас пойдем туда сейчас кого-нибудь да накажем до свидания да это жесть просто это оттуда это просто жесть это 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 плевок в правосудие это оскорбление судебной власти конечно посмотрим что на в мотивированном решении напишет мне просто уже интересно как можно оценить в 500 рублей мой моральный вред дело которое длится когда который эмоционально с оскорблениями и прочих 500 рублей 500 рублей это жесть ну неважно сам факт что мы делаем выиграли это позволит там сыскать судебные расходы в полном объеме они будут в любом случае за это еще увеличиваться потому что мы будем подавать апелляционную жалобу это как минимум еще плюс 4 тысячи рублей за судебное заседание в апелляционной инстанцией слышали нет новость судья оценила в размере 500 рублей компенсацию маля морального вреда вот с прошлого года но почти скоро они до полгода будет мы мы судимся 500 рублей вот не не вот мое мнение мое мнение это мнение сразу подчеркну я считаю это плевок в правосудие это судья который не имеет права быть судьей потому что я не знаю каким и по какими соображениям она оценивала этот моральный вред это мы еще мотивированную часть почти посчитаем но я считаю что это плевок и оскорбление ну это естественно мы будем жаловать мы просто я так это сейчас говорю чтобы вот люди слышали что вот вот такие судьи такие росы смысле что не надо это это я мое мнение это мое мнение понимаете я хочу чтобы вы знали мое мнение потому что вы служите здесь роспотребнадзор придумал мораторий полиция просто сама устранилась просто не выезжает а судьи выносят 500 рублей что такое 500 рублей вот я не знаю пойдем денис просто это я шоке вот если 500 тысяч вы вынесла вот это было бы да даже не нашу пользу пусть хотя бы пускай там в пользу государства пофиг это так мы обидели эту судью что она себя так повела ну это это вот это как им сказать быть мелочность это мелочность это супли противно вот честно тебе противно 500 рублей это понятно не не давай это говорится говоришь но это просто плевок реальный плевок просто без принимаешь что конечно не знаю блин дамы и господа несмотря на то что решение в нашу пользу кто-то должен радоваться наверное ну кто-то наоборот плакать я считаю что судья умышленно совершила действия которые подрывает авторитет судебной власти и позорит конкретную судью за принятое решение а в чем суть суть сырбора в том что по закону судья понимала что не может она отказать нам компенсации морального вреда потому что все факты установлены но это нужно сделать как то нужно сделать 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 так чтобы ну применю такое слово надругаться над правами человека гражданина покупателя потребителя как угодно просто надругаться почему потому что полгода нашего судебного разбирательства по двум эпизодам по продаже просрочки она вынесла компенсацию морального вреда 500 рублей люди вы вы вздумаетесь судья который имеет наверняка зарплату больше полумиллиона оценивает на наши страдания в 500 рублей мы только на судебные заседания когда приезжали тратили на бензин в разы больше вот на мой взгляд это это не решение это унижение человеческого достоинства мы не требовали какую-то большую сумму 30 тысяч за скажем так компенсацию морального вреда за причиненные скажем так нравственные страдания тот дискомфорт который мы испытали а вы по нашим роли роликом видели что мы там часами находимся в магазине частенько скажем так вступаем в перепалки словесные там иногда даже физическую силу в отношении нас принимают применяют слава богу мы еще и не применяли но я лично готов на это если станет вопрос о том защищать свои права жизнь там здоровье я не дрогну я знаю что делать так вот оценили наш наш моральный вред ваш моральный вред 500 рублей вот граждане задумайтесь об этом об этом кто судит нас и какие выносит решения даже когда невозможно принять иное решение и вот так искажают так извращают чтобы просто отбить желание обращаться в суд но мы не сдаемся ну во первых мы это решение конечно обжалуем хотя особой веры нету там вышестоящий суд неважно но мы не сдаемся мы на данный момент приехали в магнит все